Для высших учебных заведений региона вступительная кампания 2017 в некотором смысле уже началась. Проходит последнее утверждение цифры приема и перечень специальностей. Брестский государственный университет имени Пушкина в этом плане не исключение. В УЗИ в этом году постарались сделать все возможное, чтобы удовлетворить запросы потенциальных абитуриентов. Вступительная кампания 2017 года не будет существенно отличаться от вступительных кампаний прошлых лет. Дополнения и изменения правил приема уточняют отдельные процедурные и технические вопросы вступительной кампании. По большому счету сохраняют ту сложившуюся систему, которая действовала в прошлые годы, систему зачисления в учреждения высшего образования. И при этом обеспечивают соблюдение разумного баланса интересов государственных органов, заказчиков кадров, учреждений образования, ну и конечно же абитуриентов их родителей. Администрация Пушкинского университета обращает внимание абитуриентов. В этом году во вступительную кампанию были внесены некоторые нововведения. В особенности они коснулись правил прохождения централизованного тестирования, а также срока действия сертификатов, подтверждающих прохождение процедуры. Одним из таких существенных нововведений вступительной кампании 2017 года является возможность для абитуриентов сдавать четыре централизованных тестирования по учебным предметам. Ну и кроме этого сертификаты централизованного тестирования с 2017 года будут действительны в течение двух лет. Это конечно же расширяет возможности для абитуриентов. Особое внимание в этом году, как впрочем и в прошлом, будет уделено победителям областных и республиканских олимпиад, ребятам, окончившим школу с грифом «отлично», а также выпускникам педагогических классов. В московском районе Бреста они есть только в средней школе номер 30. В перечне учебных дисциплин у юношей и девушек обязательно присутствуют предметы по педагогике. В такие классы приходят учиться по-настоящему мотивированные ребята, те, кто уже несколько лет назад избрал для себя путь наставника и отступать от своей мечты никак не собирается. После девятого класса стоял довольно-таки трудный выбор, какой класс выбрать. На тот момент мне очень понравились такие предметы, как история и русский язык. Меня вдохновил мой очень сильный учитель по истории и русскому языку, и поэтому я решил выбрать направление именно педагогическое. Еще в детстве я мечтала стать учителем. Примером для меня послужили мои родители, которые по профессии педагоги и заканчивали Брестский государственный университет Александра Сергеевича Пушкина. Год назад встал вопрос, куда же я все-таки буду поступать, и мое решение не изменилось, и я сообщила, что буду поступать в Брестский государственный университет. Как только я узнала, что будет проводиться набор в педагогические классы, я сразу сказала, что пойду именно туда, потому что я была уверена, что мне там смогут дать опыт, который не смогут дать в обычном классе. Тех, у кого есть вопросы об особенностях вступительной кампании в Брестский государственный университет имени Пушкина, специалисты ждут в приемной комиссии, график работы которой указан на сайте вуза. Кроме того, уже 1 апреля в стенах учреждения пройдет день открытых дверей.